Вы просто устали и вам срочно нужен отдых. Теперь в Брест можно попасть без визы и насладиться отличным отдыхом. Такую креативную форму знакомства с Брестом и его возможностями предложили гостям города Надбугом специалисты управления спорта и туризмом облсполкома. Мультфильм уже есть на просторах интернета и переведен на польский и английский языки. Сегодня это своеобразный элемент работы с туристами. Инструктаж, как в несколько кликов мышью, подарит себе интересное путешествие по западным рубежам синеокой. Пребывание у нас до 10 дней, скажем так, что по статистике у нас только 20% приезжают на один день. 80% приезжают на два дня и более. То есть это тоже радует, это говорит о том, что есть заинтересованность у туристов, что-то здесь познакомиться с достопримечательностью города Брест и Брестской области. Всего за полгода работы без визового режима туристко-рекреационную зону Брест посетили более 7,5 тысяч гостей из 53 государств мира. Конечно же, в своем большинстве представители стран-соседок – Польши, Литвы, Латвии. Те, кто лично попробовал посетить регион, успели оценить простоту и доступность обслуживания в такой форме. Удобнее всего выйти на сайт безвиз.брест.бай, найти туроператора сертифицированного, обратиться к нему, после этого отправить ему свои паспортные данные, определиться с программой пребывания, то есть конкретным туристическим продуктом, получить от туроператора туристическое приглашение, либо его полустарым называемым ваучером, то есть документ установленного образца, приобрести страховку и, зарегистрировавшись таким образом в системе, беспрепятственно пройти государственную границу Республики Беларусь. Введение безвизового режима на территории туристко-рекреационной зоны Брест стало очередным поводом для владельцев туристических бизнесов для того, чтобы посмотреть на свою деятельность по-иному и даже чему-то поучиться. Вопрос, который волнует прессу сегодня, что нужно для того, чтобы использовать безвизовый проект максимально эффективно. Целевая аудитория туризма. Сегодня не просто, что вот я приехал в Брест и хочу походить. Начинается с того, что приезжает молодежь, для них одни услуги, приезжает семья, другие услуги, приезжает, скажем так, кто-то постарше, у них совершенно другие запросы. То есть сегодня мы начинаем видеть, что рынок становится более гибким и более приспосабливаемым. Информационная кампания по безвизу продолжит свое развитие. Эта мысль не раз звучала во время пресс-конференции. Однако не только это направление сегодня во главе угла. Особое внимание уделяется вопросам логистики и транспортного сообщения. В частности, сегодня идут переговоры о сотрудничестве с лоукостерами и другими перевозчиками. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова